Когда дальше начался, я говорю, ты не знаешь, а если знаешь, я тебе повторю. Начался в 1939 году. В 1939 году была зима, в Голубой гостиной в Союзе художника, в Союзе художника. Ну, ну, что просто так, что тепло, уютно, можно выпить, вот среди. И кто-то сидел за дядом, говорит, а что же это получается? Ну, в зиму сиденье, теплее, уютее, ну, хорошо, ну, все. Лифты 40 км, посуды на дежуре не рают, в окопах морозы были жестокие. Да, это ты сказал. В общем, они решили рисовать елку. Елка называлась Белофинская. Елка у Белофинского голка. Это первый лист, то есть первая книжка, где они насчитали. И потом потащили это, все это хозяйство, насчитывалось. Как это называлось, не знаю, ну, вообще, командование армии, которая вела войну. Ну, в общем, там какой-то есть елок. Да, туда же, там у нас выглядели, как это хорошо, давайте еще. Че-то, что, опять рисовать? Ну, давайте еще. Ну, они, что, что, весной закончилось, когда это, к марту не закончилось, все это дело. Вот, все, и не помню, какое количество, но сделано немного. Началось, когда вот уже отечественное, да, тут уже по-серьезному дело пошло, потому что... Ну, самым таким курьезным, может быть, случаем было. Посылают, и мы даже на передовую, я обращаю это и говорю так, потому что люди не понимают этого, но это так. Поехал в Галь, ну, это, наверное, историю ты знаешь. Ну, расскажи. Ну, вот расскажу. Дело следующее. Значит, а он был такой, он был выдущик большой. Вот это послали. Ну, не потому что он выдущик, но просто он такой подвижный мужик был, вот что-то был. Емманой. Да. И вот туда приехал, и там что было такое, допустим, тут линия Бароноши. А вот тут линия Бароноши. Между нашей, ну, и линией, и их, может быть, метров 200, может, 250, я не знаю сколько. На какое-то пространство, которое, я помню, чуть ли не видно, там, Русич, давай, Катюша, А, сейчас там, да. Вот именно этой, этой нечезненной земле проходила линия, вот эти вот, вот эти, да, как провода, конечно, провиси, там где-то поломана, кривая, все, прокатилась, да. И, значит, он, значит, попросил у командира, значит, вас просто найдутся, я говорю, да, да, ну, попробуй, да. Надо это же сострочить, надо сшить, вот, значит, подрамно. Вообще, наверное, с дверью такую, может быть, может быть, больше, ничего, я не вижу сколько. В общем, получился такой подрамник, натянутый белый простырь. И на этой подрамнике берем, на этой белой простынях он рисовал Гитлера голову. В каком виде, ну, что он там, не рисовал, ну, в каком виде, я не берусь судить, тем более, что... А что он делает? Если ты будешь домыслить, будешь сам, и все будет понятно. Вот так. Вот, и когда, значит, у нас... По-моему, вот сидел, сидел в нужнике этот, конечно. Ну, я не знаю, будет, будет нужник, что хочешь. В общем, это был Гитлер, вдруг поднимается, раз, и все не спят, вот, и все, по этой линии фронта, все, никто не спал, солдаты. И, значит, там-то дрэкли, немцы, да, немцы, посыпаются, и вдруг слышат кохот, что есть, как это так. И вдруг, бегает, а выбегает офицер, что-то поблагодарит, стоит, ну, там, полимерные очереди, встан «ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды». Что-то пуля бурдела на смяту, а все же, все же остается. В общем, не смеяли, а это же меды пускали дырки, ну, побольше не все. В конце концов, они предупредили нас такого. Что бы это делать? Позор-то снять. Как это так? Солдаты над своим фюрером смеются. Да и в таком виде даже позор. Солдаты над своим фюрером смеются. Такое было происшествие. Солдаты над своим фюрером смеются. Да, безобразие. Он сказал, как только в Петербург первым на столбе повешен кольбу. Вот этим заканчивается, ну, могут быть ставок, прибавок, что хочешь, точнее. Основа была эта.